Продолжение следует... 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 не нравится мне все это но раз уж ты уперлась одну я тебя не брошу спасибо и как ты собираешься искать этого слугу он написал что я узнаю его по голубому кафтану и связки ключей у пояса я должна его остановить и спросить сколько стоит форель шутишь может он и тебе велел прийти с красной розой о цветах речи не было но если ты захочешь подарить мне букетик я возражать не стану это рыбный рынок трис я могу купить тебе разве что треску пожирнее наверное будет лучше если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я он то ждет меня ты постой где-нибудь неподалеку а я удостоверюсь что твое письмецо прислали не охотники хорошо встретимся на месте ну что тут скажешь ну что сейчас ну что в субботу ну где и число ну а ну а ну а и а да а и и Фонтер снова поднимается. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, ты знаешь. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Здесь недалеко. Ах, 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 ах! Спасибо. Пойдем. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка. Где госпожа Мерегольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Муррис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбуд... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь кто-то? Я лакей госпожи Вигельбуд. Я не... не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вигельбуд не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладываю уже. В чем дело? Дело в сыне госпожи Вигельбуд. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и... Про это пронюхали храмовые стражи. Храмовые стражи? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбуд подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Откуда Ингрид Вигельбуд знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Миригольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее... ...хворе. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой балл маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла им убежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбуд думает, что за всей присловой следят. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудах окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали сто разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью-десятью-пятью десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Нозаира нынче очень трудно достать. Как бы я хотела все это увидеть. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбуд — ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбуд редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только. Восемьдесят пять десертов. У тебя по-прежнему двадцать два дюймов талии. Прекрати. Как мы попадем в имени? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы. Хорошо? Удачи вам. Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное — купить маски. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для Бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Да, я надеюсь, обойдется без парадного дублета. Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. А-а-а! У нас из дома ведет. Стою дали вам. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у! 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 приветствую я хочу сыграть в карты и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...